Два культурных юбилея 80-летия Умарины и 25-летия Рощи превратились в грустные праздники. Участники легендарного ансамбля «Я сейчас про Умарину» узнали, что Минкульт решил сменить их директора, художественного руководителя. Место Василия Четыркина, который руководил коллективом без малого 30 лет, заняла Наталья Касаткина. Из смены власти в Умарине кто-то решил сделать великую тайну, имя нового начальника нам до последнего не называли. У Рощи свои проблемы. Под четверть вековой юбилея они узнали, что остаются без дома. Группу попросили освободить кабинеты в Пушкинской библиотеке, а новые помещения не дали. Казалось бы, культура – одна из самых спокойных сфер нашей жизни, но и там закипели роковые страсти. Татьяна Бебинова все вопросы адресовала профильному министру. Во что в итоге превратилось интервью Анатолия Чушкина, узнаем прямо сейчас. Репортаж об уважении и культуре поведения в высокой сфере культуры. Два коллектива из тех, кто представляет лицо Мордовии за ее пределами и у себя на родине. Театр песни Росичи и ансамбль песни и танца «Умарина» столкнулись лбами с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела республики. По инерции в воронку недовольства захватила 10-й канал. Вот такая ситуация у нас сложилась. Ситуации у коллективов разные, решения по ним тоже, но реакция на вопросы нашей программы от Министерства одинаковая. Я не хотел бы сейчас обсуждать вообще вот эту тему. И тут такая ситуация. Звукорежиссер Росичи Владимир Едакин эту фразу повторит еще не один раз. Видимо, от растерянности. Куда идти Росичем из помещений? И что им делать дальше, если их выселят? Директор театра песни Елена Едакина вообще сомневается, как долго еще будет возглавлять коллектив. Ей говорят, надо молчать. Получается, если директор осмелился выступить в защиту своего коллектива, значит, он пошел против команды. Я, кстати, такие даже слова прямо услышала в свой адрес. Вы теперь не в команде. Я не в команде. Я 25 лет в команде. Не самые высокие культурные отношения среди людей, представляющих культуру. Нашла коса на камень. Пришла пора делить территорию. То бишь помещение. Нужно куда-то вселять будущую централизованную бухгалтерию. Самым лучшим вариантом в Минкульте видят выселить театр песни Росичи. Кабинеты светлые, с ремонтом. Куда податься артистам? Вот в это пространство. То есть здесь сидят администраторы. И предложение стремополлектива переехать в государственную бухгалтерию. Да. Вопрос был вообще в лицо. Зачем вам это? Зачем мне свой кабинет? Как будто я не выполняю ту работу, которую выполняет любой директор любого государственного учреждения. Зачем вам кабинет свой? Значит, я буду сидеть с ноутбуком на коленочках и заниматься, вести переговоры, разговаривать с людьми, встречаться. Может быть, вы неправильно поняли то, что вам говорили? Нет. На МКГ показывают, вот сюда. Нет, нет, нет. Никто их не просил. Разговора такого не было. Просто попросили немного ужаться. Да, там достаточно большие территории у них. И на вот этот период ужаться. В перспективе нам надо создать дом. Да, дом песни и танца Росичи. То есть надо идти дальше, чтобы мы становились более понятными. Я тоже думаю, что не место сегодня ведь этому коллективу библиотеки. Он должен развиваться и показывать свои возможности, иметь свои территории. А пока так. Как так, никто не уточняет. И как долго так, тоже не поясняют. В Пушкинскую библиотеку Росичи переехали три года назад из здания Мордовской филармонии. Там ютились в одной комнате. Теперь в трех. Есть репетиционный зал. И он вот так вот такой. Вот он, ветер должен быть между ними. Это мы так уж налепили, потому что от того, что есть. И этих помещений недостаточно. Конечно, по большому счету. Нет, нам всего достаточно. Мы очень довольны. Мы счастливы безмерно. Потому что после того, где мы находились 23 года, 22, оказаться вот в этих хоромах, конечно, это счастье. Давайте так. Вот сегодня вас не интересует, так сказать, то, что сегодня происходит в масштабах, значит, культуры республики, где мы что-то отремонтировали, где-то мы что-то заново сделали. Вас интересует то, что всплыло, и вы хотите это усердить в конфликтной, так сказать, среде. Ну, я считаю, это делать не нужно. Поросичем вопросов нет. Нет, значит, никто, так сказать, никаких действий не предпринимал. Высказывания, значит, одного из участников, я считаю, ошибочны. Потому что никто, так сказать, никого никуда не двигал, никто никого никуда не выгонял. Что всплыло, то всплыло. Рассказывать о ходе реализации национальных проектов, финансировании из федерального бюджета, кажется, проще, чем решать конкретные проблемы артистов. Хотя, какие проблемы? У нас ни транспорта нет, ездим на личных машинах, компенсируем только ГСМ, аппарат, это описать невозможно, потому что у нас это одно название, ремонтируем после карты, его фактически нет. Нет, микрофоны были куплены в то время, когда еще предсоединение нам давали, сумму выделяли. Все с того времени. Это, в принципе, уже все нерабочее. Вот, слава богу, сейчас, допустим, многие организации, где, не организация, а вот дворцы культуры, в другие города выезжаем, они в основном оснащены своей техникой. Для нас это спасение. То есть мы приезжаем там, работаем на хороших аппаратах. Вот, это выручают. Ведь и так постоянно в разъездах, с концертами по регионам. Что сидеть в кабинетах? План выполнять надо. Зарплату, налоги платят. Все остальное сами, сами, сами. А тут юбилей. Русичем 25, четверть века. Когда отмечать будут, хотели в ноябре. Перенесли на февраль следующего года. Другая история. 21 ноября у Марина отметила 80-летний юбилей. Звучали поздравительные речи, вручали награды от главы Мордовии и Министерства культуры. Это был последний бенефис государственного ансамбля под управлением Василия Четыркина. Правда, со сцены об этом никто ничего не говорил. Это, по словам министра, просто рабочий момент. Четыркин возглавлял у Марину без месяца 30 лет. На этом все. Приходит время, когда завершается контракт у человека. И здесь уже вопрос на учредителя. В этой ситуации учредителем является министерство. И как министр отыскать, принимаю решение тоже. А почему вы приняли такое решение? Я не хотел бы сейчас обсуждать эту тему, потому что в этой теме я не вижу никаких подводных течений, никаких вопросов, которые связаны с таким выводом информационного пространства. После таких слов мы действительно задумались о подводных течениях. Четыркину много лет, но мы видим немало примеров, когда учреждения культуры возглавляют Аксакалы за 80 и под 90. Пришла пора для новой смены, развития ансамбля в новом русле? Конечно. Но об этом ведь можно говорить вслух, не стесняясь творческие моменты. Возвращаться и говорить о том, что сегодня, в общем-то, идет в рабочем режиме, я думаю, что это излишне. На этом давайте поставим точку и закончим этот диалог. Как к смене руководителя относится коллектив – другой вопрос. По-разному. Не может быть единого мнения в большом ансамбле. Хотя сам Василий Четыркин был готов продолжать работать с Умариной. Творческие планы, гастрольные заделы – все есть. Когда я пришел сюда, в ансамбль «Марина», здесь практически ни одного человека не оставалось, потому что это конец советского периода, руководители все были пришлые, они не национальные кадры были, и коллектив был полностью, как сказать, поднялся отсюда и уехал, потому что они все были пришлые артисты. Моя задача была собрать со всей республики, вот я их собрал, и на протяжении, я говорю, ни одного десятка лета создавал лицо коллектива. Обычай сохранивший, который из поколения в поколение сохранил. Вот, и создавал новую концертную программу. Я свои мечты якобы свершил. Но у меня есть другие планы, гораздо, может, еще круче. Кто же его сменил? Вопрос оказывается и сложный, и секретный. В четверг нового руководителя в Умарину привели, но спрятали. И спрятались сами. Уникальное видео. Замминистра культуры очень культурно захлопывает дверь. Снимать нельзя. Кто-то что-то натворил. Вслед за встречей секретарь прислала документы, что директором у Марины будет Наталья Касаткина. Она окончила Самарскую академию культуры и искусств. Коллеги говорят, талантливая певица. Но мы ее вам не покажем. Ее первая съемка в новом статусе пока так и не состоялась. Татьяна Бебинова, Павел Толобаев, программа в центре внимания.